13.06. В эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Здравствуйте. Своим особым мнением сегодня в нашей студии юрист Ян Чеботарёв. Ян Евгеньевич, добрый день. Добрый день, Владимир. Добрый день. На сайте эхакирова.ру и на нашей странице, простите, всё-таки на сайте, да, эхакирова.ру есть аудио- и видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, есть там специальная форма для того, чтобы вы смогли задать вопрос гостю особого мнения. Есть парочка вопросов. Давайте я сразу же задам. Давайте я сразу задам. Человек подписался как водитель. Законно ли привлечение к уголовной ответственности гражданина, который повторно сел за роль пьяным после 1 июля этого года? А первый такой случай был до этой даты. Могу сразу ответить? Да, конечно, отвечать. Да, абсолютно законно. Действительно, с 1 июля 2015 года в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены изменения. В частности, введена статья 264.1, которая предусматривает уголовную ответственность для граждан, которые уже, будучи привлеченными к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного пьянения, например, повторно управляют данными транспортными средствами и повторно задерживаются точно так же в состоянии алкогольного пьянения. Сейчас это уголовное преступление. Там предусмотрен весьма немалый штраф, либо из прав работы, либо лишение свободы на зарубленных лет. Вот сама санкция вам, вот эти меры, как оценивается? Я бы больше давал. Побольше? Да. Раза в два? Ну, просто я во многом солидарен с активистами движения «Ночной патруль» в части того, что каждый пьяный водитель – это потенциальный убийца. Я бы давал где-то от пяти до шести. Лишение свободы, как раз таки. Ну, кстати, если мониторить ситуацию, активно сейчас возбуждаются эти уголовные дела по всей стране и в Кировской области, есть уже конкретные соответственные решения. И я как отвечающий за автомобильную сферу на наши радиостанции, надо сказать, что в основном пока применяются и справ работы, и штрафы. Штрафы до 300 тысяч рублей. То есть из реальных посадок единицы еще. Ну, я готов согласиться о том, что не обязательно сажать всех, но наказывать нужно все равно. Естественно, суд может выбирать в каждом конкретном случае, какую меру наказания к тому или иному водителю применить. Есть еще один вопрос, но я озвучу его чуть позже, потому что этот вопрос запланирован в рамках одной из тем, которые мы сегодня поднимем в рамках особого мнения. Но поговорим мы сегодня, так уж предваряя нашу беседу, и о Парке Победы, и о законе о банкротстве физических лиц, и о новой системе расчета налогов на недвижимость, и о возможном введении наказания за неоднократное употребление наркотиков, и об объединении крупнейших вузов Кировской области тоже поговорим. Но давайте начнем с Парка Победы. Как известно, прокуратура области позавчера в апелляционном порядке обжаловала решение Октябрьского районного суда по делу о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка, расположенного в Парке Победы. Суд отклонил иск еще 16 сентября. А позиция прокуратуры остается прежней, проданной Кировскому заводу охотничьего и рыболовного снаряжения участок земли, в 4 с лишним утра, который многие считают частью Парка Победы, относится к территории общего пользования. Поэтому договор купли-продажи должен быть признан ничтожным. Мэрия по-прежнему стоит на своем, на все законно. Ваша позиция по поводу прокуратуры, действия прокуратуры. Ну, отрадно, что прокуратура пытается защитить собственную позицию. Это означает, как минимум, на мой взгляд, только одно, что прокуратура уверена в своей правоте честным и хвалом. Что касается самого решения, оснований, причин принятия его, почему именно суд отказал прокурору в признании сделки недействительной, я специально заходил на сайт Октябрьского районного суда, на сайт Кировского областного суда. Нигде текста этого судебного акта просто нет. А должен быть? Ну, хотелось бы, просто у нас введена в свое время была, с 2008 года, система правосудия, газправосудия, где должны размещаться все судебные акты применительно к судебным актам арбитражных судов, кондиционного суда. Действительно все, без исключения судебные акты, публикуются, они находятся в открытом доступе. Любой гражданин при желании может ознакомиться с данным судебным актом, сделать для себя какие-то выводы, либо подчеркнуть какую-то информацию. Примительно к судам общей юрисдикции, которые, как правило, традиционно считаются наиболее закрытыми, пока не 100% судебных актов решений публикуется и доводится до средней общественности. Это плохо. Нам это объясняют всем, кто интересуется, тем, что очень большой объем информации, очень большой объем капитальных вложений, необходимо существенно обновлять и систему информационного обеспечения судов. Но, однако, мне представляется, что это все-таки лукавство, потому что уж больно долго все это налаживается. Применительно к ситуации с Парком Победы, давайте немножко пошире освещу свою позицию, проблема, на мой взгляд, применительно к не только Парку Победы, а вообще заключается не только парков и скверов и прочее. Я регулярно наблюдаю ситуацию, при которой соблюсти все законные требования для того, чтобы произвести отчуждение любой муниципальной недвижимости, перевести земельные участки из одной категории земель в другую, достаточно просто голосование Кировской городской думы. Она этим и занимается. Ну да, теперь вопрос. Прокуратура оспаривает сделку по продаже муниципального имущества конкретному предприятию, которое находится в частной собственности. Я вполне допускаю, что действительно имеют место быть какие-то нарушения. Однако, самое страшное, на мой взгляд, заключается в том, что ничто не мешает, ничто не мешает, даже если эту сделку признают в областном, либо в Верховном судении, действительно вернут все на округи своя, ничто не мешает администрации города повторно, соблюдая установленные правила, сделать то же самое. Но на это потребуется время. Ну и что? Ну пройдет хорошо, пройдет еще полгода. Хорошо, пройдет еще год. Страсти поутихнут? Допустим, два. Хорошо, страсти поутихнут замечательно, но эти же депутаты точно так же проголосуют и примут ровно то решение, против которого в настоящий момент возмущаются и граждане, и общественность предельных регионов даже, я знаю. Вопрос-то как раз заключается в том, а где общественный контроль за деятельностью той же Кировской городской... То есть вопрос не в несовершенстве законодательной реакции? На мой взгляд, речь идет о чем прокуратура, да. Вот если глубинную первую причину вскрывать, то я думаю, что здесь как раз проблема именно в этом. Потому что даже если сейчас что-то произойдет, и действительно прокуратура сумеет опрокистовать данную сделку, признает ее незаконной, это же будут формальные нарушения. А все формальные нарушения могут быть исправлены уже новой сделкой, которую, простите, по формальным признакам оспорить уже не получится. Возникает вопрос, как сделать так, чтобы наши власти прислушивались к мнению населения. Вот, извините, широко получилось. Вот эта апелляция, да, под данной прокуратурой, это еще не последний шаг, еще не последняя возможность все-таки отстоять свою позицию прокуратуры, если апелляция не будет... Ну, я думаю о том, что возможности... Не приведет положительный результат. Ну, безусловно, конечно, после апелляции можно оспаривать состоявшийся судебный акт еще несколько раз. В суде консенсационной инстанции, в судах надзорной инстанции. Дойти до Верховного суда России, до председателя Верховного суда. Единственное, только думаю, что прокуратура вряд ли в Европейский суд пойдет, а так... А у нас вообще есть случаи, когда прокуратура не ходит до Верховного суда? До Верховного суда бывает. Бывают. Очень редко, но бывают. А что это за дела, связанные с какими сферами? Ну, в основном до Верховного суда прокуратура борется в отношении либо каких-то налоговых споров, либо каких-то совершенно глобальных правонарушений. То есть когда речь идет о большом материальном ущербе, да? Да, да, да. В городе Кирове, слава богу, пока такого не было, я не знаю, во всяком случае. Но вы надеетесь, что все-таки прокуратура продолжит вот так операцию? Я с самого начала сказал о том, что мне представляется, что если прокуратура пишет апелляционную жалобу, значит она уверена в своей позиции, значит она считает, что она сможет доказать в вышестоящем суде неправоту суда первой инстанции. Ну, пусть даже на какое-то время, но вот эта часть парка вернется непосредственно в муниципальную собственность, я могу это только приветствовать. А позиция мэрии, которая продолжает наставить на том, что никаких нарушений нет, ну как-то бросает тень на авторитет прокуратуры, что ли? Вот для таких целей и существует суд, который независим, во всяком случае должен быть, и рассматривает споры абсолютно непредвзято, вынося свое какое-то суждение, которое является финальным и обязательным для исполнения. Поглядим, посмотрим, у прокуратуры есть возможности попытаться переломить ход дела еще неоднократно. Ну, давайте сейчас переходить уже в другую сферу, в сферу суда, суда арбитражного. Перехожу к теме закона о банкротстве физических лиц, который вступил всего 1 октября. Да, он укажет данный закон о банкротстве. Да, ну вот, давайте сразу озвучу вопрос, задает Игорь Панин на сайте в специальной форме особого мнения. При банкротстве физического лица отнимут ли квартиру за долги? Ну, это смотря какое. Если квартира... Смотря какую квартиру? Ну да, не в плане, что большая, маленькая, либо дорогая, дешевая. Просто если квартира приобретена в ипотеку, то есть под кредит, заложена в пользу либо гражданина, либо какого-то банка, то такое имущество, безусловно, входит в конкурсную массу гражданина-должника и при признании его банкротом реализуются с открытых торгов в цель удовлетворения требований кредиторов. Вот такой птичий язык. Вообще, если ипотека, то отнимут. Да, то отнимут. Если не ипотечная квартира, если она является единственным пригодным для проживания человека жилым помещением, то, безусловно, такая квартира никуда отниматься не будет, не будет реализовываться. Слава Богу, у нас существует приложение номер один к Гражданско-проциальному кодексу Российской Федерации. Это одно из немногих наследий советских времен, но, на мой взгляд, наследие правильное и полезное, где указывается перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по долгам гражданина. Единственная квартира, единственное жилое помещение, единственный дом в такой список входит, и на него взыскание обращено быть не может. Ну, а если оценивать этот закон, эту процедуру в целом, отдельные элементы лица действовали раньше, да? А сейчас появился некий свод. Ну, смотрите, у нас с начала либерализации экономики, с, дай Бог памяти, 97-го года действует закон о несостоятельности банкротства. Разрешалось банкротство юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, то есть граждан, надлежащим образом зарегистрированных в органах налоговой инспекции и ведущих предпринимательскую деятельность. Банкротство простых граждан, то есть тех наших с вами соотечественников, кто не занимается коммерцией, до всего момента просто не допускалось. Соответственно, бывали случаи, когда человек либо по собственной невнимательности, неосторожности, либо в силу стечения каких-то тяжелых жизненных обстоятельств, оказывался запутанным в массе долгов, был выключен фактически из нормальной экономической жизни. У него производились глобальные удержания из заработных плат, пенсии, распродавалось его имущество. Он не мог нормально заниматься этой же коммерцией, если бы захотел. На мой взгляд, закон о банкротстве на первом этапе, я думаю, что в течение примерно года полутора вызовет некоторые существенные изменения в экономической жизни. Я думаю о том, что пострадают, ну, не секрет о том, что граждане России закредитованы весьма существенно. Я думаю о том, что очень большое количество заявлений о признании граждан банкротами будет подано и рассмотрено. Но мы говорили на эту тему, да, не так давно, с председателем Кировского арбитражного суда, господином Мартыновым, он, да, рассказал о том, что действительно уже поток большой заявлений существует. Ну, правда, конечно, пока смешно, иногда бывает читать подобного рода заявления, но с помощью моих коллег, либо сами изучив закон о банкротстве, он достаточно внятно написан грамотно, граждане сумеют все документы нормально оформить и подать их соответствующим образом. Я думаю, что в течение полутора лет некоторая стряска для банковской сферы будет иметь место быть, безусловно, потому что то, что знаю я у большинства банков и региональных, и федеральных, кредитный портфель перегружен весьма рискованными инвестициями, просроченными кредитами. Банкам придется подобного рода дутые активы списывать. На мой взгляд, ну, некоторые колебания курса рубля возможны. Наверное, ужесточаются условия выдачи кредитов, любые, включая ипотечные. Но потом все придет более-менее в норму, и в долгосрочной перспективе для экономики России от этого закона будет только польза, потому что граждане, которые в настоящий момент из нормальной экономической жизни выключены, они не могут ни кредиты брать, ни толком на работу устраиваться, ни за границу куда-то поехать, ни бизнесом позаниматься. Они к этой нормальной предпринимательской деятельности вернутся. Естественно, здесь не надо забывать о том, что закон о банкротстве, закон все-таки не подразумевает огульное признание любого должника банкротом. Существует в уголовном кодексе ответственность за фиктивное или преднамеренное банкротство. То есть, если будет установлено, что человек взял кредит для того, чтобы спустя две недели-месяц объявить себя банкротом и просто похитить деньги, то такой человек просто сядет. Знаете, как раз мы 1 октября говорили об этом законе, и был у нас интересный звонок в студию. Звонил человек, который считает, почему бы просто-напросто не простить долги-то, и уже все, не копаться. Ничего бы не простить. Глупый вопрос. Ну, вопрос не то, что глупый. Он скорее детский. Простить долги? Ну, отлично. Готов ли этот человек сам простить все долги должникам, кто должен лично ему? Закон о банкротстве подразумевает все-таки дележку того немногого, что у человека, который является должником, есть среди того большого количества желающих что-то получить. Если человек не имеет за душой ничего, если человек не имеет нормальной работы, и его позиция сводится к тому, что он не хочет ни одного рубля никому отдавать, то его и банкротить никто не будет, я вас уверен. А процедура банкротства вообще очень дорогостоящая, да? Ну, до настоящего времени себестоимость процедуры банкротства начиналась где-то от 350-400 тысяч рублей для должника. Сейчас закон о банкротстве физических лиц, кстати, поправлюсь, это не отдельный закон, его название полное, это федеральный закон о несостоятельности банкротства. Там просто раздел банкротства физических лиц появился. Вот, сейчас закон о банкротстве предусматривает, что для должника себестоимость этой процедуры будет составлять 10 тысяч рублей всего, это фиксированная сумма вознаграждения арбитражного управляющего. Ну, если должник сам будет обращаться с заявлением о признании его несостоятельным банкротом, на этом его расходы, по большому счету, заканчиваются. Почему? Потому что еще с начала 2000-х годов применительно к разного рода госпошлиным сборам и прочим, Коинсовный суд разъяснил о том, что недостаток денежных средств на оплату обязательных платежей, в виде государственных пошлин, например, не должен препятствовать человеку в доступе к правосудию. То есть, здесь все неплохо. Ну, безусловно, вы знаете о том, что в перечне исков, поступивших в наш арбитражный суд, есть довольно известные фамилии. Считал. Да, об этом сообщили СМИ. Речь идет об учредителях компании Абсолют Агра, ныне депутате Государственной Думы Сергея Доронине и депутате областного загособрания Константин Машуренко. Но они же тоже люди. Физические лица. Нет, я имею в виду, что они такие же люди, как мы с вами. Они могут и получить какую-то прибыль, они могут и получить убытки, и заработать долги какие-то. Но по официальной информации требуют их признать банкротами не сами, а их кредиторы. У вас есть иное подозрение? Ну тут разница на самом деле невелика, но очень часто бывает, что кредиторы, обращающиеся в суд, в арбитражный суд, с заявлением о признании должника банкротом являются не совсем кредиторами, либо они достаточно лояльно к должнику настроены. Почему? Если сам должник обращается в арбитражный суд, он не имеет права выбрать кандидатуру арбитражного управляющего, то есть того специалиста, кто, собственно говоря, и будет руководить процедурой банкротства. Если в суд обращаются кредиторы должника, то есть те граждане фирмы предприятия, кому человек должен деньги, вот они уже как раз могут твердо указать, кому из арбитражных управляющих они поручают введение такой процедуры. Очень часто должники с кредиторами просто договариваются с тем, чтобы определить кандидатуру конкретного арбитражного управляющего. Уровень сотрудников нашего арбитража как оценить в квалификацию? Ну, довольно хорошие специалисты для того, чтобы заниматься в том числе и реализацией этого закона. На основании статьи 51 Конституции я имею право отказаться отвечать на этот вопрос. Безусловно, я имею. Шучу, шучу. Но на самом деле я езжу по России достаточно много. В основном, в основном, судьи Кировского арбитражного суда стоят на голову выше своих коллег из сопредельных городов республик областей. Причем, как ни странно, чем ближе к центру, тем больше разрыв в квалификации между судами первой инстанции и судами вышестоящими. Ну, грубо говоря, районный суд очень сильно проигрывает в уровне образования областного. Суд арбитражной первой инстанции очень сильно проигрывает в уровне образованности, подкованности суду апелляционному. Вот Киров здесь, может быть, экология, может, еще что-то, но Киров, счастливые исключения, у нас очень грамотная судьба. Я напоминаю, что это особое мнение юриста Яна Чеботарева. Дабы не разрывать следующую тему, которую мы поднимем, я предлагаю сейчас прерваться на небольшую рекламу. Продолжается особое мнение. Сегодня это особое мнение юриста Яна Чеботарева. Хочу затронуть еще одну обсуждаемую в последнее время тему, как известно, на последнем пленарном заседании, вернее, на предыдущем, не последнем далеко, пленарном заседании областного законсобрания 24 сентября депутаты приняли в первом чтении законопроект о новом порядке. Исчисление налога на недвижимость для торгово-офисных помещений. Речь идет о помещениях площадью от 1000 квадратных метров. В следующем году у нас, пока еще в первом чтении, повторюсь, принято 1% от кадастровой стоимости. В 2017 году 1,5% и в 2018 году уже 2% ожидается. Бизнес-сообщество недовольно такими делами. Предприниматели, которые арендуют, считают, что серьезно разрастется на них нагрузка. Нагрузку придется перекладывать на покупателей. То есть поднимать цену товара вам видится именно такой путь? Ну, безусловно, здесь другого-то ничего не дано. Налоги могут быть абсолютно любыми. Но если у предпринимателя нет прибыли, то с чего платить? Соответственно, для того, чтобы заработать денег хотя бы на эти же налоги, естественно, ему придется повышать цены. Потому что делиться собственной маржой никто не любит. Союзно нормы рентабельности коммерсанты в любом случае сохранят. Вы, безусловно, видите, пустующее помещение в торговых центрах многочисленных. Это хорошо или плохо? Я работаю точно так же в торговом центре «Максимум» у центрального рынка. Но, может быть, нам с местным повезло, но у нас особо ничего не пустует. Но строится много новых торговых центров. Безусловно, подобного рода ниша на рынке занимается. И за арендаторами в настоящий момент многие просто охотятся. Вот последнее сообщение, одно из последних сообщений о том, что торговый центр на перекрестке Ленина и Воровского, в Армоне, Крым, получит он имя. Как вам такое название? Ну, почему нет? Пусть будет Крым. Пусть будет Крым. Он же наш. Он же наш с прошлого года. Ну, хорошо, давайте, если уж мы о торговом центре заговорили, я задам вопрос от нашего слушателя. Напомню, что форма есть на нашем сайте. Владимир Николаевич Волков, наш постоянный слушатель, интересуется, законно ли решение городской думы, которое допускает торговлю алкоголем и табаком, в центральном универмаге, который практически примыкает к сельскохозяйственной академии. В этой части, немножко пока еще, мне неизвестно решение Кировской городской думы, на мой взгляд, это не дело думы кому-то разрешать или не разрешать где-то торговать. Существуют правила продажи отдельных видов товаров, существует закон об ограничении курения табака, где действительно проговаривается о том, что ход учебного заведения любого профиля, общего, высшего, среднего, какого угодно, до прилавка с табаком должно быть не менее 50 метров. Основная ошибка многих заключается в том, что эти 50 метров меряются с помощью линейки на карте, или на схеме, или на плане. Это не совсем так. Это 50 метров от крыльца входа в сельхозакадемию, по Октябрьскому проспекту, дальше поворачиваем на улицу Воровского, заходим в Суму, идем по Суму, доходим до непосредственно либо отдела, либо уж совсем, на мой взгляд, правильно, до непосредственного прилавка. Там будет, на мой взгляд, больше 50. Так что, прикидываю, метров 400, наверное. Ну, не 400, но не 50 точно. Я думаю, метров 300. Вот это ответ на Ваш вопрос, Владимир Николаевич. Вот как-то, само собой, у нас алкогольная тема открывается, да? Целый блок у нас сейчас будет. Мы сегодня обсуждали в Дневном Урзовороте этот вопрос. Торговлю алкоголем рядом с храмами хотят запретить. Это инициатива губернатора Кировской области Никиты Белых. Все это вызвано инцидентом, который имел место быть в Яранске, где ночной клуб в непосредственной близости существовал. И пока речь идет о том, чтобы на региональном уровне был принят этот закон. Почему? Я думаю, что церковь будет против. Сама. Церковь будет против, да она за. Правда? Вот везде высказываны, в том числе и в нашем эфире, за, безусловно. Причасти отменяют. Был у нас цельный такой вопрос в рамках Дневного Урзоворота, но отец Андрей Лебедевкат, с которым с нами беседовал, он считает, что это в другой плоскости лежит все-таки. Ну, мне представляется, что это все-таки некоторым образом излишнее рвение. Излишнее рвение. Самого губернатора или РПЦ? Ну, и РПЦ, и не совсем я здесь, при всем моем искреннем уважении к деятельности Никиты Юрьевича, могу понять его. Почему только у церквей, давайте уж тогда, у мечетей, у синагогов, у костерков, у костерков, у молельных исп, простите, а чем я тогда как гражданин хуже, чем, простите, другой гражданин, который исповедует какую-то религию, либо батюшка и прочее, прочее. Будем запрещать все. В храмах, понятно, торговать алкоголем смысла нет, хотя, с другой стороны, я знаю церковные лавки, которые расположены на территориях ряда храмов города Кирова, где продают освященный когор, например. Виноват, виноват, конечно, не продают. Меняют на добровольное пожертвование в рекомендованном размере согласно распоряжению указаний вятской епархии. А лицензия должна быть у храма на продажу? Владимир Владимирович, не говорите такого, что вас анафеми предадут. Храмы не торгуют. Не хотелось бы. Храмы не торгуют. В самом раннем возрасте. Вот, но с тем, чтобы вопрос о том, торгуют храмы алкоголем или не торгуют, торгуют золотом, или это какая-то непонятная мена, торговля ювелирными изделиями тоже, кстати, лицензируется. Вот. Лучше бы, конечно, тему эту замять. У нас существует достаточно жесткий регламент. То есть замять, то есть не выносить ее? Не выносить, да. У нас и так достаточно жестко регулируется торговля алкоголем. Эта деятельность очень сильно контролируется государством, лицензируется, проверяется регулярно. Существует масса ограничений в части расстояния этого же от дошкольных, школьных, каких угодно учебных заведений и прочее, прочее. Смысл в чем? Я думаю, не стоит. Надеяться будем на депутатов, которые будут рассматривать, если это инициатива. Но, с другой стороны, если депутаты, как наши с вами представители, примут решение о том, что все-таки надо все запретить, значит быть посимой. Вы, безусловно, знаете о том, что, в частности, в районах Кировской области, в районных центрах распространена эта ситуация. Стоит храм, старая постройка, да, и тут же в здании тоже старой постройки располагается продуктовый магазин, который, в том числе, алкогольную продукцию продает. Если запретят, что этим предпринимателям съезжать отсюда, ну просто географически вот так не сложилось. Сложить как-то свою деятельность, либо съезжать, ну что, мы живем в цивилизованном, я думаю, государстве, на основании законов осуществляем свою деятельность. Если примут местный закон, запрещающий, ну не знаю, торговать алкоголем вблизи прямой видимости храмов, значит все позакрывают. Ну, в части принятия, точнее выдвижения новых антиалкогольных мер, там различные деятельные, как только не выкручиваются, не выпендриваются. Вот накануне узнал о том, что один из депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга, уж не будем называть его имя, фамилию, предложил запретить продавать в стране алкоголь по средам. Ссылается он на то, что среда это такой постный день в православной культуре. Ну тогда по пятницам. И хорошо бы офисные планки кто-нибудь что-то взбунтовить. Ну тоже постный день. Среда и пятница, а как? В общем, бред. Ну, гляжу я на вас и понимаю, что это бред. Меня местами подмывает воспользоваться словами господина Невзорова, но я удержусь. На мой взгляд, это не совсем обдуманное решение питерского депутата. Давайте еще одно. Про наркотики еще. Это тоже Минсатева губернатора Никиты Белых. За неоднократное употребление наркотиков может появиться уголовная ответственность. То есть наше ЗАГСобрание уже поддержало эту идею и, не знаю, выход уже состоялся или не состоялся. Государственная Дума, соответствующая законодательной инициативой, но этот выход все равно должен быть. То есть в настоящее время за употребление у нас есть административный штраф, уголовка у нас за изготовление, перевозку, хранение и так далее. Ваша оценка этой инициативы. Уголовная ответственность для наркоманов хроническая. Не знаю, не могу пока в лед сформулировать свою позицию. С одной стороны, для большинства, на мой взгляд, настоящих наркоманов, лишение их свободы является благом. Потому что, находясь в условиях строгой изоляции, они проживут несколько дольше, нежели на свободе, ежедневно и ежечасно употребляя сильнодействующие наркотические вещества, разрушающие их организм. Может быть, кому-то даже подобного рода жесткая мера поможет бросить, отказаться от пагубного пристрастия. С одной стороны, может быть, лучше все-таки как-то лечить людей, чем сажать. Черт его знает. Увеличим количество... Ну почему обязательно сажать? Удаловная ответственность тоже и другие варианты могут быть. Ну нет, тогда я не понимаю логики изначально. Если речь идет о том, что наказать человека лишением свободы, ну здесь хоть что-то просматривается полезное для него же. То есть принудительно изолировать его от окружающей среды, в которой он черпает свою привычку к разрушению собственного организма, семьи, отравлению жизни близким и прочее. Если наказать его рублем, ну я думаю, что будут большие проблемы с исполнением этого решения. Плюс человек в любом случае будет тратить имеющиеся у него деньги на то, на что он тратил раньше, то есть на эти же наркотики. Я вспомнил историю, простите, рассказыванную одним человеком в интернете. Пришел он на комиссию к наркологу. Нарколог его с порога спрашивает, есть пять тысяч рублей. А пешил, пациент, есть, покажите. Достает купюру. Все, годный, у наркоманов таких денег нет. Спускается? Может быть, кстати, с юмором нарколог, с юмором опытный. Ну, с другой стороны, если человек употребляет и употребляет регулярно, он ведь и покупает, и хранится, и перевозит, и тут он уже, собственно, попадает под уголовную ответственность. Безусловно. Ну, с другой стороны, я знаю массу людей, имеющих пять тысяч рублей, раз от раза балующихся разного рода стимуляторами, им нет необходимости хранить запрещенные препараты в каких-то больших количествах. Тем более, что, простите, у нас по вот этим всем наркотическим статьям такая масса людей сидят уже абсолютно зря, абсолютно глупо и не по делу, начиная от вот этого пресловутого макового дела, булочки с маком, всю семью пересажали, кончая всеми, кто близко как-то с этой маковой темой соприкасался. От экспертов до, по-моему, даже участкового, по-моему, кто первый проводил проверку, и того посадили. Смешно. Еще вам предлагаю прокомментировать одну тему, как выпускнику Московской государственной юридической академии. Понятное дело, тема о слиянии двух крупнейших вузов нашего региона, ВГУ и ВИАД-ГГУ, 5 октября. Когда прошла первая совместная пресс-конференция ректоров этих учебных заведений, Валерия Юнглюда и Валентина Кугача, по их словам, от слияния одни плюсы, и расширится материально-техническая база, библиотека, никого не будут сокращать. Новый вуз сможет участвовать во всевозможных федеральных программах и получать дополнительную поддержку, в том числе финансовую. А пока это невозможно, потому что, ну, в частности, по численности студентов не подходит. Вот вам тоже одни плюсы видятся? Или все-таки есть вопросы? От слияния плюсы бывают только у заводов. На мой взгляд, учебные заведения не являются конвейерным производством, а призваны все-таки вырабатывать штучный товар. Хотя применительно к Вятскому государственному университету, дайте я по-старому, значит, применительно к политеху и педу я могу заблуждаться. На мой взгляд, чем больше в стране учебных заведений, тем лучше общий уровень образования. В силу хотя бы одного. Каждое уважающее себя учебное заведение имеет свою научную школу. То, что она есть в современной СССР у Педа, я убежден, что она есть. У политеха, который в истории работал и ковал инженерные кадры, я убежден, а как-то скрестить две научные школы, может, кадавр какой-то. Но физиков у нас не готовят. Это у меня отдельная претензия к политеху, который назвал себя университетом. Может быть, к счастью не готовят физиков. Ну ладно. То есть, когда он перестал быть политехническим институтом, он стал университетом? Ну, на мой взгляд, подобного рода переименования просто показывают некоторую нашу провинциальность. Почему-то Уральский государственный политехнический институт не стесняется называть себя политехническим. Он готовит инженеров высочайшего уровня, которые работают во всех отраслях, раньше говорили, народного хозяйства. Мой двоюродный брат, выписник, купи, он сейчас строит всевозможные штуки для сотовых компаний. Да, отличная инженерная школа. Они не кинулись готовить юристов, экономистов, аудиторов, журналистов и прочее, прочее. На мой взгляд, это издержки моды середины 90-х годов, когда некоторую свою ущербность преодолевали красивостью названия. В общем, вы против? Я против. Против того, чтобы эти вузы объединились? Я против. Потому что, простите, все-таки я регулярно сталкиваюсь с выпускниками кировских вузов. Лучше бы, на мой взгляд, руководство позанималось... В своей юридической рейне, да? Да, ну не только. Лучше бы руководство вузов позанималось качеством образования своих студентов, нежели борьбой за федеральные деньги, гранты, увеличение количества студентов, что там еще, рост библиотек и прочее. Террино-техническая база. Да, 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 да. Еще бы про прибыль сказали. Ну, не сказали. Не сказали. На этом завершается программа «Особое мнение». И сегодня это «Особое мнение» Яны Чеботарева, юриста. Спасибо, Генн Евгеньевич. Вам спасибо. Удачи. До новой встречи. До свидания.